Распродажа в магазине Элма. Цены от 5 рублей. Ждем вас. Брест, торговый центр, галерея Грант, первый этаж. В эфире Бук-ТВ. Итоги недели. Я, Павел Белявский, корреспонденты информационного отдела, расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что нового и интересного произошло в городе Бресте? Сегодня в выпуске. Партнерство как залог успешного развития. Агрогородок Знаменка открывает новую страницу в отношениях с дружеской Болгарией. Для уюта и комфорта масштабное благоустройство проходит в областном центре. С заботой о самом главном, в Бресте готовится к открытию новый детский сад. Об этом и не только прямо сейчас. Накануне в Бресте на базе научно-технологического парка подвели итоги масштабного проекта «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь». Его основная цель – повышение потенциала органов власти, некоммерческих организаций и бизнеса в совместном выявлении проблем, существующих в каждом отдельном районе и их решении. Профинансирован проект был Европейским Союзом, реализован программой развития ООН. Подробности в первом материале выпуска. Проект «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь» стартовал четыре года назад. Накануне организаторы подвели его итоги на Брещене в рамках специальной региональной конференции. Проект состоял из двух компонентов. Первый компонент – это конкурсы местных инициатив, и второй компонент – это территориально ориентированное развитие. Что это подразумевает? Когда мы говорим о территориально ориентированном развитии, мы имеем в виду, что проблемы, которые есть в пилотных районах, они решаются совместно с участием всех заинтересованных категорий. Это и представители органов власти, и представители некоммерческих организаций, бизнеса, и просто активные жители данного района. За время существования проекта «Только на Брещене» было реализовано без малого полсотни инициатив. Тематические направления разнообразны. Большой процент у социальных услуг, далее с небольшим отставанием инфраструктура и туризм, затем образование, экономическое развитие и экология, а также здравоохранение. Одним словом, охват получился широким. Общий бюджет – более 746 тысяч евро. В рамках проекта было проведено два конкурса местных инициатив. Первый конкурс был организован на территории всей Республики Беларусь, во всех 118 районах. И по результатам конкурса было выбрано 30 активных, наиболее активных пилотных районов, по 5 в каждой области. И если в первом конкурсе было реализовано 86 инициатив, то в основном конкурсе 157 инициатив. Всего в проекте было реализовано 243 инициатива, в том числе в Брестской области 46 инициатив. Это одна область из наших чемпионов. И надо сказать, что все наши инициативы были реализованы с территориально ориентированным подходом к развитию территории. Победителем основного конкурса на Брещене признан Пружанский территориальный центр социального обслуживания населения с инициативой «Школа красоты и здоровья. 7 шагов к омоложению». Граждане пожилого возраста желают быть не только активными, инициативными, но и красивыми. В рамках этого проекта, местной инициативы, у нас следующие будут реализовываться шаги. Это и мастер-классы по макияжу и прическам, вокальные занятия, это и путешествия, занятия физкультурой, и волонтерство, и интерактивные презентации по здоровому образу жизни. Мы надеемся, что реализация этой инициативы поможет нашим пожилым гражданам даже в таком возрасте оставаться так же инициативными, активными, красивыми. Благодаря участию и победе в проекте центру удалось оборудовать на своей территории тренажерный зал. Наши пожилые граждане давно высказывали пожелание организовать работу тренажерного зала. И вот прежде всего нам дало возможность организовать работу в этом направлении. Мы обустроили тренажерный зал, приобрели тренажеры для занятий физкультурой. Несмотря на то, что это конкурсы, победитель основной один, и организаторы, и участники выразили уверенность, проигравших здесь нет. Многие получили финансирование, кто-то бесценный опыт участия в подобных проектах, и все единомышленников, новых друзей и сотни идей. Как нужно и можно делать жизнь вокруг лучше. Последние наверняка пригодятся при проведении подобных проектов в будущем. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрите итоги недели на БУК-ТВ. Продолжаем говорить о важном и актуальном. Сотни белорусских больших и малых городов связывают тесные побратимские связи и партнерские отношения с коллегами за рубежом. Только у Бреста порядка 40 побратимов в 15 странах мира. Не говоря уже о городах, с которыми город над Бугом связывают давние партнерские соглашения. Расширяет сферы международного сотрудничества и Брестский район. Агрогородок Знаменка открывает новую страницу в отношениях с Дружеской Болгарией, подписав договор о межрегиональном сотрудничестве с общиной ОПН Старозагорской области. Какие перспективы развития и точки соприкосновения открываются для двух сторон, выясняла наш корреспондент Ирина Альшова. Глава делегации из общины ОПН Старозагорской области Болгарии Генча Колев и председатель Знаменского сельского исполкома Брестского района Сергей Головенко знакомы не понаслышке и встречаются не впервые. Я несколько раз в последние годы Болгарии был, мне очень нравится эта страна, действительно, как вы говорили, чувствуешь как дома. В Ирилице написано, мы православные, мы практически один народ, у нас традиции, истории, всеобщее, здорово. Это гораздо облегчает наше сотрудничество по сравнению с даже нашими соседями. У нас нет ни мигра, ни каких-то причин, чтобы мы плодотворно работали на пользу и наших жителей, и государства в целом. Сегодня у руководителей конкретная цель встречи. Стороны подписали договор о межрегиональном сотрудничестве. У Знаменки и общины ОПН теперь появились точки взаимного соприкосновения и наметились выгодные перспективы развития отношений. Сейчас мы посмотрим возможность для развития декоративных растений, и потом у нас будет возможность сотрудничества по пештевой промышленности. У вас замечательный комбинат местопреработки, у нас тоже возможность сделать партнерские отношения, и я думаю, что в следующий раз, когда приезжает другая делегация, будем предусматривать и этот вопрос. Белорусскую сторону представляли сотрудники облсполкома и областного союза предпринимателей. В составе болгарской делегации три бизнесмена. Интересы – сфера сельского хозяйства, деревообработки и туризма. Сам же договор открывает перед двумя сторонами широкие возможности в области культурного обмена, инвестиций, сотрудничества в здравоохранении и образовании. Болгарская сторона хотела бы заняться здесь выращиванием декоративных растений, по новой технологии розы выращивать, и для последующей продажи их на территории Европейского экономического союза. Их интересует деревообработка, ну, конечно, туризм. Мне бы хотелось бы очень познакомиться с организацией у них местного самоуправления. Агрогородок Знаменка, расположенный в 25 километрах от Бреста, на международном уровне не новичок. У селья сполкома уже заключены и работают договоры с тремя польскими гминами и украинским сельсоветом в Забродах. Мы участвуем в международных проектах, это большие проекты, инфраструктурные. Мы привлекли за два проекта порядка 700 тысяч евро в инфраструктуру сельского совета. Мы строим уличную сеть в кварталах новой застройки. Вот, мы реализовали уже пострадичам, почти три километра от уличной сети. А в этом году начинаем строительство уличной сети в квартале застройки Знаменка, агрогородка. Это будет асфальтирование дорожной сети, это 300 тысяч евро. Мы как братские народы сделаем первый шаг, чтобы укреплять дружбу и взаимопоминание между нашим народом. Я хочу сказать еще, что в современном обществе, где бизнес имеет свое значение, мы сделаем шаги в этом направлении. С мной приезжали представители бизнеса, это как первый шаг для будущей связи. Ирина Ольшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска «Бокинформ». В областном центре состоялась презентация мультфильма по особенностям действия безвизового режима на территории туристско-рекреационной зоны Брест. Прошла она в рамках большого брифинга. В центре внимания вопросы эффективности использования безвиза и первые итоги за полугодовую деятельность. Все подробности у Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Вы просто устали и вам срочно нужен отдых. Теперь в Брест можно попасть без визы и насладиться отличным отдыхом. Такую креативную форму знакомства с Брестом и его возможностями предложили гостям города над «Богом» специалисты управления спорта и туризмом областполкома. Мультфильм уже есть на просторах интернета и переведен на польский и английский языки. Сегодня это своеобразный элемент работы с туристами. Инструктаж, как в несколько кликов мышки, подарит себе интересное путешествие по западным рубежам синеокой. Пребывание у нас до 10 дней, скажем так, что по статистике у нас только 20% приезжают на один день. 80% приезжают на два дня и более. То есть это тоже радует, это говорит о том, что есть заинтересованность у туристов, что-то здесь познакомиться с достопримечательностью города Брест и Брестской области. Всего за полгода работы безвизового режима туристко-рекреационную зону Брест посетили более 7,5 тысяч гостей из 53 государств мира. Конечно же, в своем большинстве представители стран-соседок – Польши, Литвы, Латвии. Те, кто лично попробовал посетить регион, успели оценить простоту и доступность обслуживания в такой форме. Удобнее всего выйти на сайт безвиз.брест.бай, найти туроператора сертифицированного, обратиться к нему, после этого отправить ему свои паспортные данные, определиться с программой пребывания, то есть конкретным туристическим продуктом, получить от туроператора туристическое приглашение, либо его по-старому называемым ваучером, то есть документ установленного образца, приобрести страховку и, зарегистрировавшись таким образом в системе, беспрепятственно пройти государственную границу Республики Беларусь. Введение безвизового режима на территории туристско-рекреационной зоны Брест стало очередным поводом для владельцев туристических бизнесов, для того, чтобы посмотреть на свою деятельность по-иному и даже чему-то поучиться. Вопрос, который волнует прессу сегодня, что нужно для того, чтобы использовать безвизовый проект максимально эффективно. Целевая аудитория туризма. Сегодня не просто, что вот я приехал в Брест и хочу походить. Начинается с того, что приезжает молодежь, для них одни услуги, приезжает семья, другие услуги, приезжает, скажем так, кто-то постарше, у них совершенно другие запросы. То есть сегодня мы начинаем видеть, что рынок становится более гибким и более приспосабливаемым. Информационная кампания по безвизу продолжит свое развитие. Эта мысль не раз звучала во время пресс-конференции. Однако не только это направление сегодня во главе угла. Особое внимание уделяется вопросам логистики и транспортного сообщения. В частности, сегодня идут переговоры о сотрудничестве с лоукостерами и другими перевозчиками. Опека и внимание к людям, которые в силу особенностей своего здоровья не способны позаботиться о себе сами – неотъемлемая часть социальной политики нашего государства. Сегодня на Брещене в системе органов по труду, занятости и социальной защите работают 10 домов-интернатов, из которых два общего типа, один для детей с особенностями психофизического развития и семь психоневрологических для престарелых и инвалидов. Один из них расположен в живописном сосновом лесу в деревне Волки Брестского района. В этом году интернат отметит свой первый маленький, но очень важный юбилей. 21 августа оазису милосердия исполнится 5 лет. Съемочная группа Бук-ТВ побывала в учреждении, а наш корреспондент Ирина Ольшова не только познакомилась с жизнью и бытом, но и попала на настоящий праздник. В дом-интернат наша съемочная группа приехала в канун юбилея. Наше знакомство началось с уютной территории в центре соснового леса. Пять лет назад сюда заселились первые 14 проживающих. Сегодня в интернате живут 128 человек, которые нуждаются в попечении. Из 10 аналогичных заведений области Брестский – один из самых маленьких. Свободных мест нет, загруженность стопроцентная. Не все родственники, или даже, может быть, в принципе, родственники, не в состоянии в домашних условиях оказать ту необходимую помощь таким людям. Особенно, конечно, мы говорим о тех, у которых есть некоторые, скажем так, расстройства психоневрологические. Поэтому здесь, наверное, обойтись без специализированного учреждения, где смогут оказать эту помощь, наверное, сложно. О своих подопечных директор дома-интерната Николай Шульган отзывается с гордостью. Несмотря на то, что 90 человек нуждаются в постоянном уходе, а 22 на постельном режиме, большая половина проживающих старается активно проводить время. Среди них Денис Дегтярев. В интернате он признанный певец. А еще уже пятый год он занимается огородничеством и даже собирает хороший урожай. В этом году мужчина решил поэкспериментировать и посадил арбузы. Попробовать решил, экспериментировать. Может быть, и зайдут. Зашли – Господь дал. Ну, мне говорят, мне хорошая рука к этому, с посадки. И вот я решил заниматься этим. Ну, чем я еще занимаюсь? Пою самодеятельность в кружке. Уже тоже много лет пою. Нигде не учился, не преподавал, а так. Дар Божий, можно сказать. Здание интерната – это корпуса бывшего профилактория электролампового завода. Нынешним постояльцам оно досталось в идеальном состоянии. Уютные комнаты с душем и санузлом, бытовая техника. Теперь им остается только поддерживать здесь порядок. Юрий в интернат попал 4 года назад. Плохо ходил. Сегодня 58-летний мужчина самостоятельно встает и садится в коляску. А еще он большой оптимист. Вот, поняли, да? Ну, так доходу до кровати и назад. Вот так. Ну, а сейчас попробуй аккуратно назад и сейчас при нас присядь, чтобы спокойно вы знали, что ты все... Стоп, придерживайся. Я сам сяду, пусту. Стоять, нет, сяду. Надо молодую массажистку мне. Коллектив дома-интерната большой – 105 человек. Из них 62 – медицинский персонал. На плечи двух врачей легли основные заботы в сфере медицинского обслуживания. В таком заведении работать терапевтом, вообще врачом гораздо сложнее, потому что люди, своеобразные люди, не всегда скажут о том, что их беспокоит. Поэтому очень важно, когда мы ежедневно проводим наши обходы, мы обращаем внимание не только на что человек говорит, но и то, как он себя ведет, какая у него эмоциональная составляющая, что изменилось в сравнении с прошлым днем, с вчерашним. Для проживающих в интернате созданы все условия для занятий спортом, трудотерапии, проведения культурного досуга, а также участия в церковных службах. И все же главная гордость дома-интерната – отделение сопровождаемого проживания. Четыре месяца назад здесь открыли комнату социальной адаптации для десяти проживающих, где они постигают азы быта, учатся самостоятельно готовить и обращаться с кухонными предметами. Эти навыки понадобятся, если воспитанников дома-интерната признают дееспособными. Чтобы они, пройдя этот этап, включались и переходили в другой. Мы очень заинтересованы, чтобы и другие проживающие стремились именно в это отделение сопровождаемого проживания. Где-то, можно сказать, это первый шаг или путь именно становления или, скажем так, выхода в наше общество. Самому младшему из проживающих в доме-интернате – 32 года, самому старшему – 85. Многие из них редко покидают стены учреждения. Но те из подопечных Николая Шульгана, кто ведет активный образ жизни, занимаются в кружках и секциях, выезжают на концерты и соревнования. Часто принимают гостей и в своих стенах, причем из самых разных сфер и отраслей. Особенно здесь любят концерты, которые организовывает Дворец культуры профсоюзов. Сегодня с благотворительным мероприятием в дом-интернат приехала брестская исполнительница Диана. Мне очень приятно выступать для людей, потому что неважно, здоровый человек либо больной. Он тоже хочет посещать концерты, он тоже хочет, чтобы для него пели, чтобы с ним общались. Делаю это с огромным удовольствием. Дарить счастье, заботиться и создавать хорошую окружающую среду людям, которые по определенным причинам лишены семейного тепла и домашнего уюта – задача сложная. В Брестском психоневрологическом доме-интернате с ней справляются, потому что знают – жизнь непредсказуема, и никто не знает, какие испытания ждут человека впереди. Ирина Шува, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бук-ТВ». К другим темам. На протяжении недели в сюжетах телеканала «Бук-ТВ» корреспонденты не раз рассказывали о том, какие работы проводятся в областном центре Брещины по его благоустройству. Разговор со специалистами шел о замене и ремонте лифтового оборудования, новых пунктах приема вторичных материальных ресурсов, а также обновлении и усовершенствовании дворовых территорий. В следующем материале выпуска мы собрали для вас все самые интересные факты и актуальные интервью за минувшие семь дней. Стекло, бумага, пластик – приемный пункт вторичных материальных ресурсов во дворе по бульвару космонавтов принимает самые доступные и популярные у населения материалы. Комплекс заработал здесь всего месяц назад. Отслух о его открытии распространился довольно быстро, и теперь у входа иногда можно наблюдать даже очереди. «Эта точка очень такая полезная. Ну, куда, например, выбрасывать картон? Захламлять дворы? Очень удобно, близко. Убираю магазин, лишний картон. Ну, куда? Хоп, сдал. Ну, пусть рубль, пусть 70 копеек. А если через день, через два – нормальная точка. Мне нравится». «Увеличиваются объемы. Так, допустим, в прошлую смену было принято от населения 2 тонны 100 килограмм, а в позапрошлую смену 2 тонны 570 килограмм. То есть объемы есть и существенно они набираются». Работа таких комплексов, к слову, в городе их теперь три – это хороший вклад в эффективный раздельный сбор ресурсов. Не только удобно, но и экономно. «За полтора месяца работы на этом приемном пункте уже принято более 12 тонн макулатуры и 27 тонн стекла. То есть это говорит о том, что этот пункт действительно уже работает. А разукрашенные стены нашими енотами привлекают внимание и, что мы надеемся, тоже способствуют разделению отходов, а также сдаче вторсырья на приемных пунктах». Месяц работы пункта сделал его местной достопримечательностью. На фоне дружелюбных енотов приходят фотографироваться, а иногда и поиграть рядом. «Очень любят детки, очень любят вечером селфи, молодежь устраивать здесь. Даже как-то выходила с мусорным ведром, то просили мусорное ведро поснимать, посниматься. Очень нравится. Дети очень любят». Также в сердце Бреста на улице МОПР-12 развернулась настоящая стройплощадка. Жильцы пятиэтажек начали ощущать капремонт в начале лета, а уже сегодня двор приобрел новые очертания. Территория преобразилась до неузнаваемости. Демонтирован старый асфальт и бордюры, сделаны тротуарные дорожки. Подготавливаются три парковки для автомобилей, площадка для сушки белья, работы ведутся и над освещением территории. «На сегодняшний момент сделано уже порядка 60% от общего объема. Работа сделана по замене старых проездов, дорожного полотна, бордюров. Все заменяемо новое. Как вы видите, плитка, новые борты». Следующая тема – лифтовое оборудование. Сегодня в городе идет плановая его замена. Процесс нелегкий, однако очень приятный для жильцов домов. На выходе они получают новый комплекс, в котором комфортно перемещаться. «Договора проработаны с лифтмашем, поставка всех этих лифтов. И приступил лифтмаш уже к их изготовлению по предварительным заявкам и предварительным данным. Поэтому дальше, по мере поступления, поэтапно сделали проект, прошли экспертизу. Лифт заказан, поступает и сразу же в работу». Процесс замены поэтапный и постепенный. Для проведения работ привлекаются специализированные организации. План замены лифтов разработан до 2020 года. А это значит, что совсем скоро новые грузоподъемные машины будут радовать жильцов многих домов. Анастасия Островко, Павел Малошонок, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Активная застройка новых районов наблюдается в областном центре в последние несколько лет. А в преддверии миллениума эта деятельность развернулась особенно. Карта тысячелетнего Бреста будет существенно отличаться от своей предшественницы. На ней будут новые большие комплексы и сооружения, которые сделают жизнь в городе над Бугом более комфортной. В их числе и новый детский сад в Заречном микрорайоне. Кстати, своих первых воспитанников комплекс встретит уже в этом году. Торжественное открытие предварительно обозначено на дату 30 августа. Наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая побывала на объекте и узнала, как строители готовятся к сдаче объекта. Новый детский сад в Заречном микрорайоне – объект, который находится под пристальным вниманием местных жителей. Некоторые дома здесь уже сдали, в своем большинстве живут тут молодые семьи. Появление детского сада действительно разнообразит район. Яркое цветовое оформление и благоустроенная площадка с многообразием горок, городков, каруселей обязательно станет местом притяжения детей. Я думаю, комплекс должен понравиться не только детям, но и родителям, и в целом городу. Довольно-таки красочное получается сооружение. Должно все получиться. Новый детский сад рассчитан на 350 мест. Это единственная в области трехэтажная конструкция такого формата и назначения. Архитектура комплекса соответствует всем требованиям и стандартам. Кстати, в некоторых группах будут особенные малыши. Для них проектировщики внедрили в объект несколько специальных устройств, среди которых своеобразным ноу-хау является лифт. Имеется в наличии пассажирский лифт, как вы видите. Все удобства для детишек. При проектировании учитывались все нюансы, размеры лифта, коляски, инвалидные коляски, детские коляски, ну и по габаритам. Если внутри трехэтажного комплекса сегодня ведутся отделочные работы, то на улице активно проходит благоустройство территорий. Одно за одной оборудуются веранды, монтируются карусели. На данный момент задействовано 10 организаций, это порядка 160 человек. В основном ведутся внутри работы по отделке, заливается нивелировка полов с последующим покрытием неполамом и линолеумом. Покраска, устанавливаются светильники, чистовая электрика, фаянс. Также на территории садика ведется работы по озеленению, установке малых архитектурных форм, и потом собираются теневые навесы. Планируемая дата сдачи нового и единственная в таком исполнении детского сада – 30 августа этого года. Строители же готовятся сдать объект раньше. А это значит, что уже совсем скоро здесь зазвучат звонкие детские голоса. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40, 22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 22-23 июля погода в Бресте будет определять теплая, влажная и неустойчивая воздушная масса, поступающая с Черного моря. По востоку страны скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта. 22 июля в областном центре пройдут кратковременные дожди. Утром и днем возможны сильные дожди. Прогремят грозы. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные часы плюс 16-18. В дневные столбик термометров поднимется до отметки плюс 26. 23 июля в Бресте будет по-прежнему тепло, но пасмурно. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 18-20. Днем воздух прогреется до 25. Распродажа в магазине «Элма». Цены от 5 рублей. Ждем вас. Брест торговый центр «Галерея Гранд». Первый этаж. Продолжение следует. Распродажа в магазине «Элма».